Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Паспорт – главный документ гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность, подтверждающий гражданство, место регистрации и даже семейное положение. Какие личные сведения должны быть обязательно отражены в паспорте гражданина Российской Федерации? Когда документ считается испорченным с точки зрения закона и как его заменить? Почему в свидетельстве о рождении необходимо делать отметку о гражданстве новорожденного? Где можно получить адресную справку о проживающих в собственном жилом помещении? Вот эти вопросы будем выяснять сегодня. И поможет нам в этом наш эксперт, начальник отдела по вопросам миграции, отдела полиции промышленного района Самарского управления МВД России Елена Жданова. Елена Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Николаевна, ну, всем известно, существует порядок и сроки оформления, выдачи, замены паспорта. Расскажите, пожалуйста, об этом, расскажите, какими нормативно-правовыми актами регулируются эти правила и где об этом можно прочитать? Ну, нормативно-правовые акты, регулирующие данную государственную услугу, они находятся в свободном доступе. Это 773 приказ МВД 2017 года, который нам говорит о том, что были внесены изменения в 2022 году, в 2023 году, по которым у нас замена паспорта по достижению возраста 20-45 лет, а также при замене паспорта, при изменении персональных данных, а это именно вступление в брак, расторжение брака, срок замены паспорта у нас увеличен до 3 месяцев, то есть 90 суток. В течение 3 месяцев гражданин должен обратиться с заявлением на замену паспорта. Также в течение 3 месяцев наши новые, скажем так, молодые граждане, которые достигли возраста 14 лет, также должны обратиться с заявлением на получение первого своего паспорта. Что касается, допустим, утраты паспорта, непригодности к использованию, конечно, это нужно обращаться в кратчайшие сроки. Не ждать 90 дней. 90 дней у нас очень прописана категория граждан, это достижение возраста 14 лет, 20-45 лет, изменение персональных данных. Вот тогда такой длительный срок. В других случаях надо все-таки шевелиться побыстрее. Вот вы упомянули о том, что по достижении 14-летнего возраста граждане Российской Федерации обязаны получить и должны, и имеют право получить паспорт. Куда с этой целью молодой человек, юноша или девушка должны обратиться? К вам в отдел или в МФЦ? Юноша или девушка вместе с законным представителем в обязательном порядке, здесь это очень четко оговаривает законодатель, может обратиться в любой многофункциональный центр, а также в отдел по вопросу миграции. Притом надо отметить, что это не привязано к месту жительства, то есть к постоянной прописке. Это для удобства для гражданина имеет эксотерриториальный принцип. То есть как бы в любом подразделении по вопросу миграции, который ближайший, вы можете обратиться с этим заявлением. Притом пакет документов в данном случае минимальный, это свидетельство о рождении и фотографии. И в последующем нужно будет оплатить государственную пошлину в размере 300 рублей. И главное, чтобы были еще рядом родители. Да, безусловно, до 18 лет у нас даже по достижению возраста 14 лет, когда у нас молодой гражданин, скажем так, и получает право подписи под своими персональными данными, он в любом случае действует в согласии законного представителя. Соответственно, подача заявления на получение паспорта, а также получение паспорта гражданина Российской Федерации, безусловно, требует присутствия законного представителя. А вот скажите, если семья недавно переехала, скажем, в другой город или в другой район этого же города, не успели прописаться, но ребенку уже 14 лет он должен получить паспорт, как ему поступить, где получать паспорт? К регистрации, что по месту жительства, что по месту пребывания совершенно никак не зависит. Остается тот же алгоритм на получение этой государственной услуги. И сразу хочу уточнить, что в получении этой государственной услуги сроки не меняются. Это 5 рабочих дней. Независимо, зарегистрирован ребенок, либо не зарегистрирован, по месту пребывания, по месту жительства. В любом случае паспорт оформляется в течение 5 рабочих дней. Какие услуги можно получить, обратившись в ваш отдел? В нашем отделе предоставляется 5 государственных услуг. Это выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющая личность гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации. В нашем понимании там внутренний российский паспорт, заграничный паспорт, оказываем услугу адресно-справочной работы, добровольная дакциоскопическая регистрация, также регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания, а также снятие с регистрационного учета. Чаще всего с чем обращаются? Ну, здесь трудно сказать, с чем чаще. То есть у нас мы предоставляем, надо сказать, огромное количество государственных услуг, что по документированию паспортом, что по регистрационному учету, что по выдаче заграничных паспортов. Не сосчитать, одним словом. Не сосчитать, да. А для замены паспорта куда нужно обращаться? Алгоритм тот же самый, что и по достижению возраста 14 лет. Но здесь еще прибавляется портал государственных услуг. Если по достижению возраста 14 лет мы не сможем подать заявление в электронном виде через портал, только по предварительной запись, когда гражданин выбирает для себя удобную дату и время посещения отделов по вопросу миграции и приходит предоставлять документы. То по достижению старше года 18 лет гражданин, у него есть право подать заявление в электронном виде через портал государственных услуг. Надо сказать, что уже достаточно длительное время такая услуга пользуется большим спросом. Наши граждане оценили, скажем так, положительные моменты. Так никуда не надо ходить? Никуда не надо ходить. А если и приходить, то один раз и получить эту государственную услугу. Притом в достаточно короткий срок. Поэтому основное количество заявлений сейчас идет, конечно, через портал государственных услуг. Вот мы все говорим о алгоритме получения, выдачи, замены. При замене по возрасту, при замене, при утере, порче, краже алгоритмы одинаковые? Нет. Замена паспорта, ну, скажем так, непригодность к использованию паспорта, это тоже замена паспорта. А утрата паспорта, это уже восстановление утраченного паспорта. То есть если гражданин утратил свой паспорт внутренний, да, гражданин Российской Федерации, то он должен обратиться с заявлением уже на восстановление утраченного паспорта. Тут другая государственная пошлина, она уже составляет полторы тысячи рублей. Такая же государственная пошлина полторы тысячи рублей составляет и за непригодность к использованию, когда паспорт, скажем так, испорчен. Поговорим об этом чуть позже отдельно. Да, и это совершенно другой алгоритм по восстановлению траченного паспорта. Там уже требуется порядок документов тот же, но это немножко другая процедура. Но хочу сразу сказать, что срок восстановления паспорта и рассмотрения этого заявления также составляет не более пяти рабочих дней. Но это в отдел полиции. Это восстановление утраченного паспорта заявление подается исключительно в подразделения по вопросам миграции. Ну вот давайте поговорим о том, когда паспорт считается испорченным, действительно, вот с точки зрения закона. Потому что мы-то можем думать одно, а на самом деле другое. Расскажите, можно, в принципе, даже на каких-то примерах рассмотреть это? Ну, вы перечислите, какие могут быть варианты? Ну, паспорт считается непригодным. Если, например, он порван, если он изрисован, то если ламинат отошел, соответственно, паспорт подлежит замене. И паспорт — это лицо гражданина, которое и, в принципе, гражданин должен беречь свой основной документ, удостоверяющий личность. Это понятно. Но вот давайте так посмотрим просто с житейской точки зрения. Ну вот, например, ребенок разлил сок. Подлежит замене. Сразу же? Конечно. А если даже там читаются все личные сведения, ничего не размыто, ну, есть разводы от жидкости, от воды, там? В любом случае паспорт, конечно, он непригоден к использованию. И я очень сомневаюсь, что при обращении с этим документом, например, в те же банки, да, этот документ примут к рассмотрению. Да, это может вызвать, конечно, подозрения. Случается, что стирают паспорта. Часто. Случайно. Часто. Да, да, да. Вот вы говорили про отошедший от странички ламинат. Действительно, такое случается, вот если вдруг семья собирается в отпуск, ну, или даже просто человек собирается в отпуск, уже куплены билеты, и вдруг буквально там перед посадкой, возможно, или там за день, за два, он обнаруживает, что вот у него отошел ламинат. Как быть, если уже билеты куплены, билеты на этот паспорт, при замене меняются, соответственно, все данные, как быть в этой ситуации? Ну, в данном случае, в любом случае паспорт нужно менять. И что касается билетов, которые куплены на данный паспорт, да, то это ничего страшного, потому что при получении нового паспорта по заявлению гражданина на 19-й странице нового паспорта будут указаны реквизиты паспорта, который был заменен. И, соответственно, то есть гражданин не теряет билеты, не теряет документы, которые оформлены, да, на этот паспорт, и ничего страшного в этом нет. Нету. Потому что часто люди боятся именно этого. Да, все понятно, это вот важно, это важно. Если на одной из страниц паспорта отпечатался какой-то документ, ну, бывает, что вложили какую-то квитанцию в паспорт, и вдруг что-то отпечаталось. Ну, если это незначительные какие-то повреждения, да, которые не выражены, скажем так, если говорить о том, что когда ребенок изрисовал паспорт, да, либо собака бывает часто тоже сгрызла паспорт, либо постирали паспорт, если это не мешает, скажем так, пользоваться этим документом, то это право гражданина. Мы на самом деле не настаиваем на замене паспортов по непригодности к использованию, и это исключительно заявление и желание гражданина на замену паспорта и получение нового документа. Просто надо понимать, что человек может столкнуться с проблемой в том же банке, как вы правильно совершенно сказали. И если они готовы дальше, да, то как бы мы не настаиваем, мы не заставляем, мы не требуем абсолютно право гражданина обращаться с этим заявлением на замену паспорта, либо не обращаться. Все понятно. Ну, здравомыслие, оно должно победить в этой ситуации, я думаю, все-таки. Какие сведения должны быть отражены в паспорте в обязательном порядке? В обязательном порядке у нас отображается фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол и регистрация, если это по месту жительства, и воинский учет. То есть это являются обязательными отметками, если у нас гражданин военнообязанный. Что касается у нас отметок о браке, расторжении брака, наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортов, то эти отметки проставляются в новый документ при замене по заявлению гражданина. То есть если гражданин меняет паспорт по достижению возраста 45 лет, ну и по каким-то своим причинам не хочет, например, указывать, что у него есть супруг, супруга, он просто нам не пишет заявление, что он хочет эту отметку. И, соответственно, эта отметка не проставляется. Это тоже, то есть как бы каждый гражданин для себя решает сам, какие отметки вот из необязательных он хочет видеть в своем документе. То есть в настоящее время это не обязательно. Да, это не обязательно, отметка. Паспорт подтверждает гражданство Российской Федерации взрослого человека, по крайней мере, достигшего 14-летнего возраста, как мы уже говорили. Как быть с гражданином Российской Федерации, который только что родился, и единственный его документ, подтверждающий, так сказать, его личность, это свидетельство о рождении. Я слышала, что необходимо проставлять специальный штамп о гражданстве на свидетельство о рождении. Вот об этом, пожалуйста, расскажите. Да, после внесения изменений в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, который у нас вступили с 26 октября 2023 года, действительно штамп о приобретении гражданства по рождению, свидетельство о рождении, стал обязательной отметкой. Но также хочу отметить, что также подтверждением наличия гражданства у ребенка является внесенный ребенок в паспорт гражданина Российской Федерации, утвержденный подписью руководителя и красной гербовой печатью подразделения. Поэтому часто сталкиваемся, да, действительно... Четки есть смысл, значит, записывать детей в паспорт? Конечно, есть. Есть. Да, конечно, есть. И как бы это... Родители специально приходят и записываются, и записывают, выносят детей в паспорт, потому что хотят. И мне кажется, это важно для родителей. Да, безусловно. И для детей, наверное, тоже, да. И для детей это важно. Что касается штампа, то да, сейчас огромное количество заявлений к нам поступает, и родители к нам, законные представители, обращаются за эту отметку. К вам в отдел тоже, да? Да, безусловно, все отделы по вопросу миграции проставляют отметки о принадлежности гражданству Российской Федерации. Какие проблемы могут возникнуть, если родители не поставят этого штампа, не сделают отметку на свидетельстве о рождении? Ну, проблем как таковых не должно быть. Это в любом случае заявление гражданина. Вот, в качестве рекомендации, то есть если вам необходимо, то вы вправе обратиться с этим заявлением, да, и мы проставим, безусловно, эту отметку. Просто как бы в качестве рекомендации, наверное, можно здесь отметить, что отметка проставляется по месту жительства граждан, то есть неважно, родители, законного представителя, либо ребенка, по месту пребывания, при отсутствии таковых, по месту фактического обращения. При этом отметка проставляется по минимальному пакету документов, это свидетельство о рождении и паспорта. Часто задаваемый вопрос законным представителям, да, не всегда у нас семьи сохраняются, и разводы, кто-то установление отцовства оформляет, когда не в браке. Тут не надо бояться, что у вас нет документа удостоверяющего личность второго родителя. Это не основание, отсутствие этого документа не основания для отказа в простановке этого штампа. Мы в любом случае указываете в заявлении данные второго родителя, и мы как бы находим, подтверждаем его гражданство и, соответственно, проставляем эту отметку. Тоже часто встречается, когда у нас один из родителей гражданин Российской Федерации, а второй родитель является иностранным гражданином. Здесь нам предъявляется документ, нотариально заверенный перевод паспорта родителей иностранного гражданина. Копии желательно. Тут вот как бы небольшой нюанс. А так, в принципе, минимальный пакет документов и срок оформления и рассмотрения этого заявления также не превышает пяти рабочих дней. То есть это достаточно быстро. И я думаю, что раз все-таки есть такой закон, то, наверное, лучше проставить все-таки эту отметку. Ну, в качестве рекомендации. Да, в качестве рекомендации, да. Но просто это же может быть на границе при выезде с территории Российской Федерации на время отдыха с ребенком, например. Мы читаем интернет, мы смотрим телевидение, программы, где иногда всплывают такие случаи, когда пишут о том, что кого-то не выпустили за границу, у ребенка испорчен отдых. Поэтому, конечно, ну, в качестве рекомендации, опять-таки, тоже можем только гражданам рекомендовать. Ну, как подушка безопасности, понимаете. Да, можем рекомендовать. Конечно, никто не может настаивать. Но просто, опять же, здравый смысл должен... Абсолютно согласен. ...руководить нами, наверное, в некоторых случаях, по крайней мере. К вам обращаются в связи со сменой фамилии. Вы в этой услуге можете отказать? Бывают такие случаи? Или всегда, пожалуйста? Ну, смена фамилии у нас производится, паспорт, да, по смене персональных данных у нас производится на основании документов, выданных органами ЗАГСа. Гражданин не может к нам прийти с паспортом, ну, к примеру, да, Иванов. Да. И говорит, я хочу стать Петровым. Да. Конечно, мы этого не сделаем. Для этого гражданин Иванов должен обратиться в органы ЗАГС, получить соответствующий документ, а именно, средство о перемене имени, в случае необходимости повторно средство о рождении. И только на основании документов, выданных органами ЗАГСа, мы производим смену персональных данных в паспортах граждан Российской Федерации. Только через ЗАГС? Только через ЗАГС. Какие-то необычные фамилии у вас появляются? Ну, при смене, я имею в виду. За достаточно длительную службу в миграции, конечно, в моей практике случались разные и фамилии, и имени, и отчества, с учетом того, что у нас очень, ну, как, достаточно большое количество увлеченных граждан, да, и поэтому... С богатым воображением. С богатым воображением, да. И это не при бракосочетании, не по фамилии мужа, а просто, вот, хочу поменять фамилию. Абсолютно, да. Любой гражданин вправе поменять свои персональные данные, обратившись в органы ЗАГС. Всегда раньше, еще в советские времена, обращались, тогда называлось паспортный стол, да, за пропиской. Теперь это называется регистрация, да. Как правильно нужно сделать это? Куда нужно обратиться? Опять-таки рекомендуем государственную услугу по регистрационному учету и снятию с регистрационного учета. Все-таки мы больше рекомендуем подавать заявление через портал государственных услуг. Это быстрее, это качественнее. Здесь давайте, наверное, немножко даже поподробнее остановимся. Кроме портала государственных услуг, также у граждан есть право обращения в многофункциональный центр с заявлением, что на регистрацию, что на снятие, а также в паспортную службу управляющих компаний. Вот тут часто путают отдел по вопросу миграции, называя нас паспортными столами. Да, паспортные столы, паспортные службы, это у нас паспортистки, которые были в управляющих компаниях в свое время. У граждан также есть право обратиться к паспортисткам и подать заявление на регистрацию. То есть они еще там по-прежнему есть? Да, прием осуществляется, но рассматриваем и принимаем решение, оказываем государственную услугу мы, то есть отдел по вопросу миграции. Прием документов осуществляется в многофункциональных центрах, паспортных службах и непосредственно у нас в подразделении по заявлениям, поданным через портал государственных услуг. Практически уже, наверное, год, а может быть больше года у нас еще портал государственных услуг предоставляет гражданам такую услугу, как получение регистрации по месту жительства детям до 14 лет, регистрации по месту жительства, а также регистрации по месту пребывания без посещения ведомства. Это очень удобно, когда никуда не нужно обращаться, нужно подать заявление через портал государственных услуг, указать собственника жилого помещения, который также в своем портале государственных услуг даст согласие. И в личный кабинет, либо на электронную почту, что выберет гражданин, ему приходит свидетельство о регистрации по месту пребывания, если это у нас временная регистрация. А если заявление о регистрации по месту жительства детям до 14 лет, то, соответственно, свидетельство о регистрации по форме 8. Вот, кстати, если ребенка зарегистрировали, ребенка до 14 лет зарегистрировали по адресу, на котором он не проживает, зарегистрировали для того, чтобы в школу отдать, например, по этому адресу, это вообще согласие с законом? Это нормально? Здесь нужно отметить, что ребенка до 14 лет нельзя зарегистрировать одного. Он регистрируется исключительно по месту проживания, пребывания своего законного представителя. Соответственно, законный представитель также должен быть зарегистрирован по этому адресу. И говорить здесь о законности, конечно, наверное, не приходится, потому что это... Ну, знаете, как бывает к бабушке, например? Невозможно. Невозможно. Только с мамой, либо с папой. До 14 лет у нас заявление о регистрации по месту жительства, по месту пребывания. На ребенка, не достигшего возраста 14 лет, подает исключительно законный представитель и свое место жительства, место пребывания. Собственник дает согласие на регистрацию законного представителя, то есть родителя. А уже родители регистрируют ребенка. Для регистрации детей до 14 лет у нас по законодательству, согласие собственников, главных квартиросъемщиков, зарегистрированных лиц у нас не требуется. То есть по заявлению законного представителя осуществляется регистрационный учет. А обязан ли гражданин проживать по месту регистрации? По федеральному закону о порядке выбора места жительства, места пребывания граждан Российской Федерации, да, в пределах Российской Федерации, регистрация по месту жительства у нас фиксирует факт вселения и постоянного проживания по данному адресу. И если вы постоянно проживаете по этому адресу, конечно, нужно подавать заявление о регистрации по месту жительства. По месту жительства пребывания гражданин должен однозначно обращаться с заявлением о регистрации, если он пребывает в другой субъект на срок более трех месяцев. Освобождается, то есть как бы вправе не подавать заявление о регистрации по месту пребывания, если это проживание в пределах субъекта. То есть если у нас гражданин, например, зарегистрирован в Ростянке, а работает и проживает в Самаре, то обязательно регистрация в этом случае не требуется. А вот вы говорили, такая ситуация, человек снимает, например, квартиру довольно-таки долго. Это могут быть студенты, которые приезжают на обучение и долго живут в этой съемной квартире. Могут они зарегистрироваться по этому адресу? Ну, если у них постоянная регистрация, и они жители других субъектов Российской Федерации, да, конечно. Притом они должны обратиться, и плюс собственник должен обратиться с заявлением, дать свое согласие на регистрацию. Это будет временная регистрация. Да, конечно. Очень часто наши граждане заблуждаются и путают регистрацию по месту жительства. Это постоянное. Когда в паспортах проставляется штамп о регистрации. То, что мы называем пропиской как раз. Как и раньше называли пропиской, теперь это регистрация по месту жительства постоянно. Регистрация по месту пребывания, это выдается к паспорту, либо к свидетельству о рождении. Свидетельство о регистрации по месту пребывания. Штампов не ставится. Сразу нужно отметить, что никаких прав на это недвижимость, зарегистрированные по месту пребывания, не наступают. Соответственно, у нас, скажем так, хозяева квартиры очень боятся. И плюс у собственника жилого помещения в данном случае есть право. Вот вы заключили договор найма жилого помещения сроком на год. Вы зарегистрировали, вы исполнили обязанность. Вы зарегистрировали гражданина по месту пребывания на период действия этого договора. И в какой-то момент у вас жильцы съезжают с квартиры. У вас есть право обратиться в отдел по вопросам миграции, в МФЦ, и как собственнику жилого помещения подать заявление на снятие этого гражданина с регистрационного учета по месту пребывания. По месту жительства с заявлением собственник не может обратиться. Елена Николаевна, у нас просто несколько минуток остается. А вы сегодня упомянули такой важной очень теме получения адресной справки. Вокруг этого много всегда разговоров, да, где можно получить эту справку. Службы часто людей посылают от одной к другой и не знают, квартиры съемщики, где получить эту пресловутую адресную справку. Пожалуйста, дайте свои разъяснения. Хочу отметить, что предоставление адресной справочной информации действительно государственного услуга возложено на отделы по вопросам миграции. Но в последнее время, как мы стали замечать с коллегами, да, к нам обращаются граждане, особенно пожилого возраста, которые привыкли к справке, предоставлению справок, обращаются к нам за получением этих справок в ресурсоснабжающей организации. Хотелось бы, наверное, в том числе и через вашу программу до граждан донести, что справки для предоставления в ресурсоснабжающей организации не требуются. У всех этих организаций есть доступ к информационным ресурсам, в котором указано количество зарегистрированных по месту жительства, по месту пребывания, снятых и так далее и тому подобное. Поэтому для предъявления эти справки, они в принципе не требуются. А зачем может понадобиться эта справка в таком случае? Как показывает практика и законодательство, которое действует на сегодняшний момент, вот я даже, честно говоря, с трудом могу вам привести пример, куда она требуется. На самом деле эти справки о зарегистрированных по месту жительства по закону... То есть они себя изжили? У нас век высоких технологий, мы переходим к информационным ресурсам, которые нам позволяют не требовать бумажные носители. Поэтому выдача этих справок, если только лично для вас, да, то есть уточнить, сколько у вас зарегистрировано граждан, да, то есть по месту жительства, по месту пребывания. Кто-то, например, перепроверяет себя, да, уехали в другой город, там зарегистрировались с одновременным снятием из Самары и хотят убедиться, что действительно они сняты из города Самары. И они подают заявление, заявление также можно подать через портал государственных услуг. Это раздел справки. Справка о зарегистрированных по МЖ и МП, она называется, и это в кратчайшие сроки, это очень удобная услуга, не надо никуда ходить. Вам также в личный кабинет, либо на электронную почту придет эта справка в электронном виде. Бабушки, дедушки, которые не умеют этим пользоваться, все-таки могут получить такую справку в вашем отделе? Конечно. Обратившись, да. То есть, если захотят, пожалуйста, приходите и получите. Безусловно, мы не имеем права отказаться. Но я так поняла, что службы сейчас такие справки не запрашивают и не должны запрашивать. Не должны запрашивать. Не должны. Но могут. Не могу за них сказать, это, наверное, у них лучше спросить. Не должны. Хорошо. Наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Я думаю, есть смысл нам еще встречаться в эфире, обсуждать очень важные такие насущные темы. Елена Николаевна, я благодарю вас за разъяснение. Напомню, сегодня нашим экспертам была начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции промышленного района Самарского управления МВД России Елена Жданова. Благодарю вас еще раз. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких.